добрый день дорогие телезрители и радиослушатели сегодня мы продолжаем цикл передач в программе профессор доступно о важном я считаю что данная программа она будет востребованной актуальной смею на это надеяться потому что вот человек который стал профессором на сегодняшний день обучает людей он на самом деле вышел из народных масс а наша задача на сегодняшний день заключается в том чтобы мы устами профессоров говорили с народом установили некий такой мост между народом и теми людьми которые сегодня в университетских аудиториях занимается обучением нашей молодежи готове кадров для различных отраслей народного хозяйства ну и вот хотел бы отметить что 13 октября была у нас первая передача и данная передача была посвящена вопросам образования и науки и их роли в современном обществе и гостем передачи был наш ректор северо-восточного федерального университета доктор биологических наук народный депутат республики действительно член академии наук республики саха якутия анатолий николаевич николаев и сегодня у нас очень интересный гость это заслуженный деятель науки республики саха якутия почетный работник высшего профессионального образования российской федерации доктор философских наук кандидат физико-математических наук профессор заведующий общей университетской кафедры философии северо-восточного федерального университета имени максима кировича амосова и тема сегодняшней передачи обозначена как роль философии в организации жизни человека и социума но андрей савич у вас биография она во многом отличается от обычной биографии во-первых я хотел бы подчеркнуть что вы родились якутской глубинке в нюрбинском улусе закончили школу отслужили вреда советской армии но и закончили томский государственный университет это будем гореть один из таких знаковых наверное образовательных учреждений нашей страны где готовится действительно очень такие компетентные высоко образованные кадры и и вот знакомя вас сегодня я отмечу что вы доктор философских наук и кандидат физико-математических наук на самом деле вы закончили физический факультет томского университета вот расскажите пожалуйста вообще как шло ваше становление и как вот вы прошли такой сложный путь от физики до философии ну это как-то вот по истечении времени тоже начинаешь думать да как все это так происходило так ну все таки мы родом из советской страны так и все конечно учились примерно по одной и той же программе так ну и традиционное представление народа сахата если нет образования значит ну практически ты человек но по большому счету в общем то правильная мысль так ну вот после конча в 68 году я окончил нюрбинскую среднюю школу номер один так очень хороших школа директором как раз то время был так и раб николай васильевич так тоже кандидат ученый человек кандидат значит педагогических наук естественно это о многом говорить так но после окончания школы мне не удалось поступить высшее учебное заведение хотя в общем то прикладывал усилия так ну в жизни всякое бывает так я провалился вот ну ничего страшного тогда у нас бытовала вот такая мысль да четких ты хоть кто да но долг свои родины надо дать так а это мы понимали вот службы в рядах советской армии да то есть призвали да а тогда были очень сложные события связанные скажем с китаем так очень много там конфликта было ну в общем два года я служил так достаточно сложных условиях степях так ну и после этого в общем то действительно мне удалось поступить центр значит в томской государственный университет а это первый университет в сибири так значит открылся в 1898 году и надо сказать что я там с удивлением узнал что оказывается наши якутские богатые люди так в общем то оказывали помощь строительство этого университета ну к сожалению тогда я был слишком молодой надо было как-то фиксировать все это дело ну вот я просто запомню да вот такой момент но естественно очень серьезные традиции у этого университета так уже в советское время 28 году там оказался академик кузнецов да и он внес очень серьезный вклад вообще в организации образовательного процесса да вот именно благодаря его деяниям так вот в рамках университета были организованы научно-сервиские институты так с тем чтобы молодых людей уже со второго курса привлечь скажем научно-сервиской деятельности да ну и вот когда я там учился вот это вовсе работала так я например начал заниматься научной работой начиная со второго курса и многих так вот привлекали так то есть это достаточно хорошо продуманная школа ну и если ты совсем не дурак так надо что-то получится обязательно конечно надо стараться так но я помню там у нас в группе были евреи были так немцы были очень такие а я после значит службы конечно выглядел очень и очень слабо так но должен честно признаться по истечении времени да я трудился конечно поте лица да я должен сказать что например мы в кону курс до 100 человек начали где-то там около 70 с лишним человек окончили да я теперь с гордостью могу сказать что я третьим из курса да зашитил кандидатскую диссертацию так то есть это конечно результат труда огромного труда да и в общем то тот кто хочет расти конечно растет это все зависит от человека конечно так а условия для этого были но вот бытует такое мнение что профессор это сверхчеловек супер человек и так а вы сказали что вы первый раз не поступили да вот это вот очень важно что человек кует себя сам другой человек может быть так сказать по-другому может быть построил свою жизнь а вы куда поступали я первый раз первый раз тоже физический факультет ленинградском ленинградский университет видите как вот не получилось вообще я должен сказать усилить хочу я этот момент потому что многие думают что вот образованный человек что-то достиг конечно это крови и все ничего подобного я прямо должен сказать вот я очень и очень благодарен своей первой учительнице мая николаевна ландерва к сожалению она вот несколько лет назад вот этот к вид 19 было 92 года вот она я очень и очень ей благодарен потому что начальная учительница начального класса но до 4 класса включая нулевой да да она в общем то все это да и вот знаете вот после летнего отдыха после третьего класса когда мы в четвертый класс поступили да она решила проверить как мы в общем читаем быстро да я вот мне конечно сейчас стыдно на но это на самом деле так и есть да мне удалось прочитать шесть слов в минуту но по современным меркам это дебил бедная моя учительница вот так за голову вот так вот да и молча пошла села и сидела это было настолько в общем то жестокое наказание для меня я после урока пошел в библиотеку взял книгу как закалялась сталь да и начал заниматься и через месяц я уже считал нормально так что знаете вот такие моменты есть да человек очень много зависит от чего ты хочешь ну скажите пожалуйста вот философия это такая наука некоторые считают что она не связана жизнью она вот как-то о каких-то высоких материях абстракт на философских измышлениях о каких-то вилософских школах вот доступным языком объясните что такое философия для простого человека как каков минимум вот вопрос на самом деле очень интересный вот конечно хотелось бы развернутым образом ответить на этот вопрос что пока я так сделал потому что по ходу дела все таки мы потихоньку подойдем к этому вопросу да значит такой я бы так хотел сказать да огромное количество знаний да в современном обществе просто колоссальная потока знаний так и в общем так образовательном процессе всегда упорядочивают знания да и получается вот такая вот дисциплина дисциплинарное разделение знаний дисциплины до определенные значит научные дисциплины и вы хорошо знаете скажем потом школе до после окончания там экзамены и там оценки по 20 дисциплинам до него 10 лет 11 лет обучает это вот на самом деле вот одним словом можно сказать идет очень мощный процесс дифференциации знания так ну вот на самом деле одновременно должен был идти другой процесс процесс интеграции знаний так потому что мир целостен так природа целостна и человек тоже целостен так когда мы все это воспринимаем дифференцированном структурированном виде на самом деле это очень трудно человек вообще может заблудиться утонуть в море знаний да поэтому должен должен быть предмет да должна быть система которая интегрирует все это делать так вот как раз философия этими занимается интегрирует многообразие знаний вот предельно кратко так можно сказать так ну и вот тогда вы можете сказать что философию надо учить уже со школы ну конечно формально можно было бы так сказать но старших классов можно было бы потому что все таки должна быть некая база данная основа ребенок должен примерно иметь уже представление что такое знание так далее да и вот тогда когда возникает этот момент до разрозненность да и конечно надо помочь потому что люди часто в общем то вообще не задумывается над вопросом интеграции знаний а это приводит к очень серьезным проблемам на самом деле но вы очень точно подметили потому что у нас действительно оценок много в аттестате зрелости физика химия алгебра геометрия значит русский язык иностранный язык я тоже как юрист иногда говорю а почему там нет основ российского законодательства ведь человек соприкасается с правом ежедневно с момента рождения до самого последнего дня жизни но при этом право мы не изучаем школе как обязательный предмет а вы подняли вопрос насчет философии это тоже наверное имеет право на жизнь но мы сейчас прервемся буквально на некоторое время на рекламу потом наши интересные разговоры андрей исаевич продолжил будьте с нами и дайте нас еще раз приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей меня зовут ким кимен александр николаевич я являюсь профессором кафедры концовного права северо-восточного федерального университета и мы в рамках нашей программы профессор доступно важным разговариваем с андреем савичем савиновым доктором философских наук кандидатом физико-математических наук профессором который сегодня является заведующим общей университетской кафедры философии андрей савич ну вот буквально вчера мы узнали прекрасную новость указом президента российской федерации владимир владимировича путина город якут при город якутск признан городом трудовой доблести но безусловно здесь в основе такого решения состоит том что действительно якутс годы великой отечественной войны внес особый вклад достижения победы мы же говорим о том что медаль за бой медаль за труд из одного металла люда вот как бы вы прокомментировали это решение президента что для вас это событие ну какое какое значение имеет я к сожалению значит я узнал только так я думаю что в общем то ну каждый якутянин наверное для него это приятная очень приятная новость думаю потому что на самом деле действительно объективная оценка я думаю труда наших предков так вот вы абсолютно так сказать правильно сказали что наши отцы и деды во время войны внесли очень большой вклад так и я с этим абсолютно так сказать согласен как раз мой отец был участник войне великой отечественной войны так что в общем то я думаю каждый житель якутии в общем то есть как то связан с войной так вообще я хотел бы сказать что опыт великой отечественной войны ну не в должном уровне осмыслен потому что с одной стороны особенно в контексте сегодняшних событий да вот давайте немножко подумаем да вот фашистская германия вот в начало второй мировой войны за очень короткое время да всю европу завоевала да просто это значит иногда вот удивляешься да вот буквально там дни и все страна сдается да это это поразительно почему потому что мы же всегда говорим что западная европа это же источник значит современной цивилизации да характерная отличительная особенно современной цивилизации это наука да оттуда все идет да мы будем будто бы всегда даже есть такое понятие в жизни евро ремонт так вот а другой стороны вот этот момент да всегда удивляет вот наша страна россия да и в том что время советская страна да вот ну мы хорошо знаем из истории что в тридцать первом году если в соревновании сталин прямо сказал что нам дано совсем мало времени 10 лет нам дано за эти 10 лет мы должны готовиться к войне потому что обязательно это будет если мы не подготовиться нас задавит но так на самом деле получилось и вот представляете течение этих 10 лет народ советский так трудился да что потом вот вся эта европа не смогла нас победить мы освободили их создать человечество от фашизма да вот это должным образом мне как-то вот время проходит и люди забывают обе это очень много очень много говорить так как много действительно наши вот отцы и деды трудились до создавали эту мощную индустриальную страну потом первым космос освоили да вот все это в общем то на самом деле но очень хорошо осмысливаться конечно это зависит от взрослых людей да я считаю что то что наш город якутск наградили да это это заслуженно мы должны этим гордиться да вот смысл слов демилитаризации деноцификация вот вы абсолютно четко подметили именно советский союз спас народы мира от коричневой чумы от фашизма а идеология фашизма вот в чем идеология фашизма ну чем опасность вот почему мы не должны допустить этого вы знаете фашизма само 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 слово фаша да ну безобидно это вот римские легионеры легионеры римской империи что тогда там нарисовано было да это пучок стрел вот это называется фашизм да фашизм это тогда когда в общем то значит вот идеологическая система да правящая партия видит в других культурах других народов народах то что им будто бы мешает да они вот видите ли они вот хорошие да вот другие им мешает жить вот это идеология да фашистская идеология да вот внешняя форма проявления всегда шовинизм да это какая-то особо подчеркивание своей особенности что мы не не такие мы выше да и всегда с высоко смотреть на других да то есть это это ваше говоря это страшная болезнь человечества то что наши отцы и деды 40 вот во второй мировой войне в нашей великой отечественной войне сумели их так сказать поставить на место да почему то очень быстро забылось это очень больно и обидно и сейчас вот то что происходит на украине да это это просто голову не укладывается то есть мы все же должны сегодня говорить о том что мир должен сосуществовать и не должно быть такого что мир однополярный что есть одна страна которая всем указывает путь и все же путь многополярности он правильный абсолютно правильный вот путина все время об этом говорит мир должен быть многополярный да и это абсолютно правильно я думаю со временем все так сторонников нашей страны будет все больше и больше потому что это справедливо но давайте вернемся к нашему университету виктор данилович михайлов к сожалению его наших рядах это доктор философских наук профессор я помню его прекрасные выступления с лекциями публичными лекциями в различных аудиториях он действительно старался вот чтобы профессор говорил с народом и вот на днях буквально некоторое время назад день согласия прошел в университете в чем философии этого праздника как он прошел ну да действительно 22 сентября этого года да впервые вот наш университет наш университет я скажу необычный университет называется северо-восточный федеральный университет ну мы хорошо знаем да что вот например по данным 2020 2020 года да существует 724 высшего учебного заведения но в основном это университет и так и вот среди этих университетов 10 университетов выделяются да и их называют федеральными университетами да вот этом особенность а в чем состоит так сказать проявление федерального федеральность университета да ну обычно традиционно всегда считается три миссии университета это вот образовательная миссия кому как любое высшее учебное заведение да научная значит миссия это тоже в общем-то по большому счету многие занимаются ну и третья миссия университета это социальная миссия так то есть выражаясь современным языком до университет должен превратиться в драйвер социально-экономического и культурно-духовного развития региона это своеобразный как это катализатор развития региона то есть университет эти должен быть каким-то замкнутым да а вот именно выступает мощным фактором развития социума да ну и как раз значит вот смысл да смысл приведения вот дня согласия но мы как федеральный университет конечно имеем определенную степень свободы и мы сумели организовать руководство нашего университета прекрасно понимая все эти вещи в общем то на вот действительно до 22 сентября это день ухода виктора данииловича из жизни к сожалению да но как раз он течение всей своей творческой жизни а он 40 лет работал в стенах нашего университета как профессор да вот он действительно сумел сотворить так создать то что называется философии согласия ну я думаю что слово согласия всем понятно каждый любой не обязательно надо иметь образование чтобы так сказать понимать слово смысл слова согласия да но значит это одно да есть еще и научное понятие согласия это уже форма мысли так а еще вот то что сделал виктор даниилович да он в общем то предельным образом обобщил все эти понятия и поднял статус понятия согласия до категориального да категориальный статус то есть это всеобщее да философское понятие на этом огромная заслуга виктора данииловича да ну и помимо этого он всегда подчеркнул что значит согласия еще и есть стиль мышления так если это достаточно сложное понятие категория значит стиль мышления которая позволяет раскрыть значит смысл университетской культуры так то есть студент который поступает наш университет он в идеале должен значит посетить что такое университетская культура так потом сделать собственным достоянием эту университетскую культуру да ну а потом уже после выпуска притворять эту университетскую культуру в жизнь так вот это все делается при помощи вот понятия согласия категории согласия стиль мышления согласия и просто согласия поэтому и называется философия согласия и в чем был комплекс вот мероприятий в чем был глубинный способ проведения этого дня простой вопрос да вот студент молодой человек поступает в университет да становится студентом у него там программа огромное количество дисциплин и за дня в день это все подстегает но ведь смотрите он же студент университета именно северо-восточного федерального университета что из себя представляет это ведь с потолка же не появился этот университет а она появи значит университет появился развивался были люди которые внесли ровный вклад в развитие этого университета была традиция своя история а вот судей если специально не учить студент этого не знаю вот поэтому один из таких основных смыслов да изучить историю значит того заведения в котором он будет проживать ближайшие пять лет да узнавать какие люди внесли что не сделали вот это очень важный момент то есть как бы он себя опознает да постигает себя с тем чтобы потом распространять все это вот скажем я с вами абсолютно согласен потому что вот у нас на юридическом факультете мы высоко несем имя профессора в михаил михайловича если бы не он у нас не было бы юридической специальности не было бы факультета не было бы этих студентов вот буквально сегодня вы встречались делегации верхнего юридического луса откуда родом виктор данилович вот расскажите немного об этом событии ну значит отдавая как бы дань уважения да творчеству значит в общем он же у нас работал до 40 лет работал да и кафедра я должен прямо сказать да после конечно никто вечно не живет но вот получилось так что его не стало да ну я должен прямо сказать что мы действительно сиротили потому что этот человек очень мудрый человек и по любому вопросу можно получить у него очень интересные советы конструктивные советы да вот ну и значит вот за буквально мы сейчас прервемся на рекламную паузу потом продолжим этот разговор чрезвычайно интересный важный для нас добрый день дорогие телезрители и радиослушатели вот если мы говорим о конституции в конституте у нас приоритет прав человека и гражданина и вот на мой взгляд профессор виктор данилович михайлов это образец самореализации человек который сделал свое имя человек который получил прекрасное образование по-моему он ленинградский университет да я помню его когда он приехал после университета и я тогда работал в обкоме комсомола и для нас он читал тоже лекции очень такие по тем временам очень такие креативные глубокосмысленные и и в то же время очень доступные ну и мы с вами продолжим наш разговор вот вы встречались сегодня с делегацией верхневелийского улуса и завтра начинается научно-практическая конференция посвященная творческому наследию профессора михайлова что вбирает себя вот это мероприятие да да завтра действительно начинается значит конференция творческая встреча посвященная ну осмыслению скажем творческого наследия виктора даниловича михайлова на значит он конечно оставил действительно огромное так сказать наследие и творче значит и научное и педагогическое наследие да вообще если копнуть то очень много человек жил очень многогранной жизнью так поэтому конечно это очень важный момент и я думаю что конечно это будет значит освещаться да и вот вы сказали что действительно сегодня у нас состоялась встреча с огромной делегацией верхневелийского улуса во главе скажем улуса да владимир семёнович поскочин так вот он был да я рассказывал да то есть это тоже мне кажется очень хороший пример отношение да улуса к своему так сказать ну землеку землеку да да то есть они ну можно было бы так сказать не заметить пренебрегать а тут они очень так сказать вообще верхневелийский улус это очень интересный улус так они у них очень много ученых очень много писателей да и они конечно прекрасно сенят так и понимают так я думаю что другие улуса возьмут пример вот с этого улуса да очень много полезного ну и завтра я думаю у нас состоится очень интересная встреча да он пройдет в таком пленарное заседание будет учебно-лабораторном корпусе зале заседания ученого совета да ну а пленарные то есть секционные после обеда ну в течение завтрашнего дня мы должны а будут какие-либо подключения с других регионов или или это нет в рамках тех кто уже физически участвует в конференции в общем то ну наверное и студенчество там будет представлена все будет представлено да все будет представлено скажите пожалуйста вот у народа саха есть своя философия вот очень интересный вопрос да потому что ну например я глубоко убежден что не важно какой народ да малочисленный многочисленный да раз уж этот народ дожил до сегодняшнего дня должна быть обязательная философия потому что сверхзадача философии это все таки ну как жить дальше каким образом иметь завтрашний день поэтому народ который не имеет философию просто-напросто ну исчезнет так другой вопрос другой вопрос другой вопрос может ли каждый народ доказать что действительно имеет свою философию это очень серьезная проблема на самом деле почему потому что ну вот вот двадцатом столетии до 1931 году австрийский математик курт гёдель значит сформулировал две теоремы так значит первая теорема это теорема о неполноте называется да я просто хочу привести что это за теоремина значит теорема о неполноте гласит о том что значит любая формально математическая теория да включающая арифметику целых чисел так значит если она не противоречива тогда она неполна а что такое неполнота а неполнота вот о чем есть ну специалисты могут четко сказать вот это истина так но в рамках наперед заданных аксиом доказать или опровергать эту истина невозможно то есть другими словами например скажем вот вы задали этот вопрос да если философия народа саха люди могут быть уверены что есть философия но имеющиеся наличными средствами невозможно доказать что есть философия так вот нашелся замечательный человек так значит это афанасьев лазер андреевич то он 2005 году подготовил докторскую диссертацию я как раз был научным консультантом этой работы да ну и где он во первых доказывает что есть у народа саха своя философия и во вторых он четко показывает что наш мыслитель значит эксекулях алексей лисеевич да кулаковский создал сотворил свою философскую систему ну по ряду причин получилось так что он не сумел эту диссертацию защитить но не то что который просто по техническим причинам и мы но к сожалению он ушел из жизни так и вот в этом году мы как раз вот к столетию до выпустили монографию вот этой докторской диссертации то есть на самом деле это очень значимое событие очень значимое событие ну и чтобы понять творчество кулаковского например надо знать эту философию надо знать это как бы без этого очень трудно так согласен вот мы в эти дни отмечали 85-летие со дня рождения нашего общенационального лидера духовного лидера первого президента республики михаил ефимовича николаева вот как вы относитесь к его личности и вот самое значимое заключается в том что айсен сергеевич николаев своим указом присвоил имя михаил ефимовича нашему медицинскому центру и также 13 ноября ежегодно будет праздноваться как день инноваций то есть инновационное развитие республики вот посредством через призму взглядов нашего президента он действительно заслуживает особого внимания вы как человек проживающий в республике как оцениваете и каким видите будущее нашей республики ну вы задали просто исключительно сложный вопрос так сложность в чем состоит конечно говорят мудрые люди что великий философ это время так ни один человек не может тягаться смотреть то есть объективную да и правдивую оценку всегда дает время ну проблема то в чем живет здравствуйте дай бог ему долго жить так конечно это безусловно так у человека достойный так действительно первый президент так и действительно очень много сделано ну мы прекрасно знаем для молодежи как много было сделано да в то время когда в общем то отношение компьютеризации было негативное да сумел течение очень короткого времени до решить эту проблему да потом ну вы прекрасно знаем дети азии да это уже за пределы нашей республики вышло это уже достояние всей планеты так вот потом я помню замечательно это вообще 90-е годы очень тяжелое время было да было тяжело нашим пенсионерам так вот он сумел создать свою так сказать систему да в своей республиканской да и пенсионеры в это очень тяжелое время точь-в-точь день день получали пенсии это это сказать легко да вот это очень сложно да ну и в общем то вот алмазная промышленность говорить да то есть что я хочу сказать так с высоты так сказать то есть с течением вот с момента вот сегодняшнего дня конечно это очень заслуженный человек так но вот все таки я как философ должен сказать да но объективная оценка конечно что даст время так со временем так некоторые авторитет и значимость все время растет а у некоторых еще дай бог чтобы его авторитет не исчез так вот так бы я ответил на это как видите вот будущее республики ну будущее республики как ну в общем то великое наследие оксакуляха да он оставил действительно великое наследие да что наша судьба судьба нашего народа конечно с россией так мы никак не можем отделиться и это невозможно и это наша так сказать ну вот яркий пример там да вот украина какая нам мощная в общем-то республика была в советское время та самая самая развитая было да а какая она сейчас стала то есть это вот ярчайший пример того да когда в общем-то наследие предков пренебрегается вот поэтому я думаю что это яркий пример да и мы должны идти конечно же с россией так но в то же время ну не должны так сказать вот опереться на мощные плечи да а самим ничего не делать там конечно же мы должны осмысливать себя да я бы очень хотел чтобы образование превратилось самообразование обучение превратилась самообучение то есть мы должны в общем-то постигать себя да мне кажется самая главная задача только лишь понять постичь постичь себя да мы можем идти дальше уверенно да и ну в этом отношении в общем-то много много делается вы очень точно подметили что хотелось бы чтобы авторитет михаил фимовича рос и лечение за временем да потому что время это вот главный философ и я хотел бы отметить что вот заслуга михаил фимовича заключается в том что он нам вернул кулаковского помните письмо якутской интеллигенции он попросил опубликовать и сдать по-новому и люди взглянули да действительно его заветы что нам надо быть вместе с русским народом потому что именно вместе с русским народом мы будем развиваться и я думаю что сегодня в том числе вот за советский период времени республика прошла очень большую дистанцию и заключая нашу сегодняшнюю передачу я хотел бы андрей саевич вас поблагодарить за то что вы это очень доступно интересно рассказывали сожалению нас время всего 45 минут на нашу передачу чтобы вы хотели в заключении сказать двух словах обращаясь народу значит ну что я бы хотел сказать конечно же самое главное чтоб человек все таки да каждый человек вот знаете я сам физик да я знаю что такое физикалистское мышление вот суть физикалистского мышления состоит в том что любые изменения происходят под действием сторонних внешних сил да а мы на этом да